Знаменитый котелок Чарли Чаплина, дополнявший его образ бродяги, во вторник ушёл с молотка на аукционе Сотбис в Нью-Йорке. Он был выставлен на аукцион вместе со старинными книгами и манускриптами. Впервые в этом головном уборе Чаплин появился в фильме 1914 года «Детские автомобильные гонки». Эта шляпа-котелок вместе с широкими штанами и тонкими усиками сделали его самым знаменитым и узнаваемым актёром немого кино. Шляпу продали за довольно скромную сумму, 18 750 долларов США. Среди выставленных лотов также было письмо Альберта Эйнштейна, написанное в 1944 году его другу Дэвиду Ротману. Оно ушло с молотка за 100 тысяч долларов. За 170 тысяч была продана рукопись со стихами и песнями бенгальского поэта Робин Драната Тагора, который в начале прошлого века получил Нобелевскую премию по литературе. Кроме этого, Сотбис выставил на торги уникальный документ – телеграмму о гибели Титаника, отправленную с парохода Карпатия. Появилась на аукционе целая серия предметов, принадлежавших загадочному романисту Раймонду Чандлеру. За небольшим исключением лоты были проданы в пределах спрогнозированной цены. Однако глава отдела книги и манускрипты говорит, что в целом доволен результатами. «Торги превзошли мои ожидания и ожидания многих людей в первой их части. Они показали, что исключительные вещи были проданы по экстраординарным ценам, невзирая на ситуацию в экономике». В ходе утреннего аукциона своих покупателей нашли 134 лота из 204.